Продолжение следует... Такое дело, надо просыпаться немножко раньше, чем принцесса, из-за этого пришлось вставать рано. А я думал, принцессы, наоборот, раньше, пока там все дела, а принц одел и пошел. Принц пока кофе в постель, да, там цветы сорвет. Лошадь в постель, кофе в постель, все отлично, да. Лошадь сразу в постель, что принцесса на работу поехала. Ну, ладно, передвигаться еще по-другому. Только на лошади. Ты принц из какой сказки? Ну как, вообще-то я по-настоящему из сказки про русалочку, знаете, такое, ганс-тостиан-андерс. Да, вот это страшное там, где... Не, русалочка ничего такая, все в порядке. Не зря же я в нее влюбился, в общем-то. Понятно, ну, хороший принц. Русалочку влюбился. Расскажи, сложно ли это работать с детьми, и сложно ли их развлекать сейчас в реалиях современной жизни, да, когда дети уже не так часто читают добрые старые сказки, добрые детские книги, в основном смотрят мультфильмы, не такие добрые. Да, может быть, вот ты развлекаешь детей, они сидят со скучными лицами, там... И в планшетах. Это, честно говоря, сейчас я поиграю в Angry Birds, там еще что-то... Вот в том-то и дело. Кстати, начнемся и про Angry Birds, то есть мы всегда находимся вовремя и во времени событий, которые сейчас происходят, то есть мы, как бы, и Angry Birds точно так же переводим в сказку сегодняшнюю. Вот, да, у нас есть такие аттракционы, которые, как бы, не только, которые мы можем погреть на планшете. Птичками шкуряетесь. Да, 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 то есть у нас полноценный аттракцион, как бы, есть, огромные рогатки, там, где мы забываем птиц и тому подобное, то есть дети у нас уходят от планшета и все-таки возвращаются обратно в эту сказку, в этот праздник. Вот. По поводу сложно-несложно с детьми, самое главное условие работы с детьми – это любить этих детей. Если они чувствуют эту любовь, то значит, все в порядке. То есть ты им рассказываешь любую сказку, они в нее окунутся, они пойдут, как бы, за тобой, грубо говоря. А вообще, как долго ты работаешь в сфере праздничных условий? Буквально через месяц, будет 11 лет, как мы работаем уже в сфере праздничных условий. И как изменились дети за это время, за эти 11 лет? Ну, знаете, значит… Ну, повзрослели, понятно. Дети-то повзрослели, и самое, что интересно, чем старше они становятся, они, как бы, к тебе привыкают. То есть те дети, с которыми ты работаешь, грубо говоря, с рождения, они все равно о тебе помнят, и они, как бы, растут вместе с тобой. Это очень приятно. Но есть такие люди, как родители, которые, особенно когда новые клиенты, они говорят о том, что наши дети уже видели в этой жизни все, вам нечем их удивить. И ты вроде приходишь в этом же костюме принца, и если ты к ребенку относишься к любовью и с радостью, и понимаешь его, разговариваешь с ним на одном языке, то это ребенок в любом случае твой. Все дети, все дети его. Какие есть еще, вот какие сейчас пользуются популярностью сказочные персонажи у детей? Ну, сейчас все равно мы более уже осовременены, хотя очень часто используют Белоснежку, ну, как бы, персонаж как Белоснежка. Персонажи, как, несмотря на то, что она популярна сегодняшней фея Винкс, но очень многие родители, особенно для маленьких детей, используют обычную стандартную фею, которая нежная, прекрасная. Риколь, ты знаешь, как стандартная фея выглядит? Нет. А как же? А я представляю. Как же? Она с волшебной палочкой. Самое интересное, что у Винкс нет волшебной палочки, и у нее есть огромные крылья, а у стандартной феи они небольшие, так чтобы было незаметно. Иногда даже нет, наверное, можно купировать крылья у феи. Это такая приземленная фея. А какие ты в детстве любила сказки? Какие детские книги читал? У меня почему-то, даже до сих пор, я верю в Дедушку Мороза, несмотря на то, что даже мне уже не приходится играть эту роль, вот, она точно для меня, как бы, такая сокровенная роль. Вот, как в свадьбе говорят невеста и мама, самое главное на свадьбе, так вот, и для меня в детских праздниках это Дед Мороз. То есть Дед Мороз это такой персонаж, который ни в коем случае нельзя его не опошлить, его нельзя... Как говорят у нас некоторые заведения, а давайте Дед Мороз будет там в супермаркете раздавать флеера. Я говорю категорически нет, потому что можно делать все, кто угодно, только не Дедушка Мороз. Потому что Дедушка Мороз это такой священный герой, который, ну, нельзя его ни оскорбить, ни обидеть, то есть это все. То есть этот человек дарит подарки всем, всем, всем. И те, кто верит, он обязательно, понимаешь, подарки обязательно. То есть как бы... 718-619-1, тот номер телефона, по которому вы можете позвонить к нам в эфир, и у нас уже есть звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Как вас зовут, представьте. Меня зовут Виталий, и у меня есть вопрос к гостю. Скажите, как вы думаете, со своими детьми вы будете строгим родителем, или вы все-таки будете больше их развлекать, шутить, смеяться? Я вам больше расскажу. Конечно, спасибо за вопрос. Значит, со своими детьми, в общем-то, какие, с детьми, которые... Ну, я не могу назвать чужими, то есть я очень долгое время проработал в детском лагере воспитателем. Вот. Они там все, мои дети были, как бы, мои. Вот. Я ко всем детям отношусь, как бы, и со строгостью, но и, как это говорится, кунтом и пряником. Потому что... и поощряю всех детей. То есть не знаю, но все дети, по-моему, по сегодняшний день помнят и знают, как меня зовут, хотя они уже выросли и стали очень-очень взрослыми. По сегодняшний день называют меня Гурам Ревазовичем, когда встречают. То есть они все-таки помнят. Вот. И мои дети, я думаю, должны расти, ну, не то что в сумасшедшей строгости какой-то, но все-таки они должны понимать, что такое можно, а что такое нельзя. Вот так вот. Вы еще с нами? Нет, уже, видимо, не с нами, но спасибо за ваш звонок. Спасибо за вопрос. Гурам, давайте представим такую ситуацию. Мы с Наташей вредные шестилетние дети, которые видели, по словам родителей, все, что только можно. И нас невозможно ничем развеселить. Вот чем вы нас подкупите? Развеселение. Я подкуплю вас, ну, как, не то что подкуплю. Во-первых, мне надо с вами заговорить о том, что вам интересно. Во-первых, человек, который работает с детьми, он должен обязательно знать и понимать, что сейчас актуально. То есть он должен знать всех героев мультфильмов, которые актуальны. То есть с нами сейчас это не пройдет, потому что... Я пытаюсь изображать. А вы знаете... Потому что мы сейчас даже поговорим о самом простом банальном мультфильме Spongebob, и я сейчас начну перечислять вам все эти герои. А вы, наверное, все-таки даже не знаете, что такое Сквидвард. Знаем. Да, замечательно. Вы знаете, мне как-то приходилось работать с Spongebobом. Да. Я думал, с Сквидвардом. И вот тогда дети меня поставили в тупик, задав вопрос, а как твои друзья? И тут у меня так... Друзья, так, кто же мои друзья? Так, ну, вроде Саша, Петя, Лена вроде хорошо поживают, а у него, оказывается, совсем другие друзья. Ну вот. И еще есть очень интересный момент, когда мы работаем ростовыми куклами, как уже рассказала Наташа про Spongebob, и есть у нас ростовая кукла Льва Аликса из Мадагаскара. Вроде уже всем известный мультфильм, вроде мультфильм как бы и для взрослых, и для детей. Ну, все, наверное, его уже смотрели. Но, когда приходишь в ростовую куклю на взрослые дни рождения, сидит именинник лет под 40 и говорит, ты львенок из мультфильма «Львенок и черепаха?» Я говорю, да, конечно. У каждого своего вспоминаю. Ну да, у каждого в своем возрасте есть свои сказки, свои мультики. А вообще с кем сложнее, с детьми или со взрослыми? Ну, мне легче, мне проще, мне ближе дети. Взрослые, дети никогда не лгут, они показывают то, что они хотят показать. Они к тебе относятся к своему другу. Взрослые, они не всегда, они очень скованные в большинстве, в своем случае. То есть, да, они могут и хотят выступать на сцене, показать, какие они, но они не знают, как на них посмотрят другие гости. Из-за этого нам, конечно, приходится их расковывать где-то в середину вечера, несмотря на то, что... Сначала они их научниками к стулу, а потом они их расковывают. Нет, мы немножко по-другому. Мы пытаемся с самого начала праздника уже сразу расположить людей к себе. То есть, из этого как бы мы используем, даже на свадьбах мы используем анимацию как ангелов. То есть, как бы ангелы-аниматоры, они начинают работать немножко раньше, чем как бы ведущие. И они располагают уже к себе гостей. То есть, составляют праздник такой, то есть, гостю уже легче. То есть, мы уже с ним поговорили, все в порядке, мы уже все свои. Ну, тогда взрослым намного легче. Да? Да. Ты теперь понял? Мне уже легче. Тебе стало легко. Да, стало легче. Полегчало. Вы мне скажите такое. Вот мы с вами говорили про сказки, говорили про сказку и русалочку, и говорили про белоснежку. Там в любой из этих сказок принц почему-то женится всегда на героине. Ну, либо рецепт, либо белоснежка, либо еще в ком-то. Может быть, мы с вами все-таки попробуем произвести в реалии. То есть, сделаем такую маленькую выездную регистрацию вместе с вами. То есть, будет один у вас принц, а другой рецепт. Никакого. Ну, давайте, но перед этим у меня есть к вам предложение. Я, конечно, понимаю, что не царское это дело. Но я предлагаю вам сейчас в образе принца объявить рекламу на новом утре. А после нее мы проведем... Поиграемся. Побалуемся. Как принц бы рекламу представил на новом утре? Я скажу, что мы скоро побалуемся, а сейчас реклама на новом утре.